Саногорск 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 А я в те годы, первые годы, за Саногорск не вылазил. Вообще, ну то есть, не вез ниоткуда саженцы. Привезла мне жена с Украины три саженца Грецкого Ореха. Они и зиму одну не перезимовали. Ну, понимаете, с чего начинал я? А местное, что мы творили? Есть великие садоводы, вроде Боднера. Он умудрился с семян вырастить абрикосы, груши, яблони, сливы. Долго ждал плодоношения, когда раз. Но получал великолепные плоды из магазинных семян. Могим, если захотим, но тут дело другого рода. Дело в том, что у нас, когда началось вот это вот, как я назову это, великий страшный бум садоводческий, у нас уже начали растить второе, третье поколение, и семян прерывать почти никто не умел. Вот. И прекрасные абрикосы стали мельчать, сливы стали мельчать. Эти самые, груши яблони показывал, мельчать. А куда деваться-то? В Мичурину ты где-то из сотни вариантов говорил, что в трех-пяти только повторят материнское качество, остальное будет вообще, ну, в сторону дикости уже не то. И сладость не та, размер не тот, вкус, ну, все не то. И даже его выражение вот это, которое у меня когда-то отбило руки, от сеянцевого размножения, оно звучит так у него. Если яблоня привито на дичок, взять семечки уже плодоносящие этой привитой яблони, я говорю, тут дикари, попробуй тут размахайся. Вот. Потом пошел своим путем, но на тот момент я перешел на прививки и мгновенно за один сезон вернул все дальше и обратно листать. Это только часть. Видели мою фотогалерею? Ее нельзя без валидола смотреть. Вот. Мгновенно вернул им качество. Вот это мое первое было величайшее открытие. Второе величайшее. Дальше приходилось так. Откуда удачи? Вспомните. Перечеркнутая, я назад не буду уже листать. Перечеркнутая яма та самая, да? Которая проваливается и в которой гниют основание штамба и корневая шейка. К тому же, если корневая шейка небрежно посажена, заглублена или висит в воздухе, еще дело еще хуже. Вот. Получалось случайно. И я называю одной из важных причин феномена. То, что вы видите, это феномен. Персики-то не укрытые. А они не имеют права расти ни один. Если только из-под снега высунется, стопроцентная смерть. Так вот. Эти же персики вот. Я их не укрывал. А они живы до сих пор. Так. И. Уже парочку причин назвал. А еще одна причина важнейшая. Знаете, почему мне удалось добиться успеха? Отсутствие времени. Работа на заводе. Не нервировал рабочий день. От аварии к аварии. Вот. Там же и посидел весь. А. Когда заниматься садом? Быстренько ямку выкопал. Скнул туда. Слава Богу, чтобы корни вошли. Засыпал. Все. Это первый этап. А по соседям возле слухи, что я опытный садовод. И давай мне почему у нас тут же рядом все гибнет. Вот. Вот тут-то я схватился за голову. Мне-то некогда было калечить деревья. Мне некогда было ямку-то нормальную выкопать. Мне некогда было засыпать туда перегной минеральное удобрение. Еще один смертельный прием, друзья мои. Но мы это будем проходить. Я пока набегу все. Вот. А обрезка? Ой. Мы сейчас еще что-нибудь увидим. Ну вы поняли, что получилось. Вот. Отсутствие времени показало. Потом уже выводом пришел. Все, что наизобретали, это только потому, что надо было что-то писать. Сам человек не стал бы это делать. Ну я вам приведу пару примеров сейчас. Вот. Величайшая проблема, которая сам докопался. Выхода не было. Вариантов не было. Я дотошный. Я не смогу. Почему оно это? Почему? Не должно быть то, что вы видите. И плодоносить не должно. Сейчас я вам открываю одну из величайших загадок. Вы первые, кто про это узнаете. Вот. Я все собирал. Материал. И я не хотел выглядеть болтуном на одном, на десяти, даже на ста примерах. Наконец сложилась полностью картина. Вы видели мы питомник Железова. Мы с вами летом сколько? Пять-десять раз фильмов снимали. А в это время подрастали питомники деревья. Вот они уже с карандаш. Вот они уже по колену. Вот они уже по пояс. Вот они уже некоторые с мой рост. Да? И на многих однолетках висят плоды. А так как все сразу продавать не удается. Так. А те, которые на второй год, еще больше плодов. Вот. Но не везде. И не должны быть везде. Так вот. Называю это открытием. Но как? Чисто таким практичным, циничным. Друзья мои, если вас вот так вот заплодоносило. Это велика вероятность гепатогенной зоны. Одним из признаков. Раннее плодоношение. Это спасение деревьев в потомстве. Поняли? А это настоящие гепатогенные зоны. Вот. Меня бы взяли где-нибудь. Вызвали. Машку сказали. Ну хватит молоть чепуху. Про то, что на дорогах эти. Из-за гепатогенных зон гибнут миллионы людей. Хватит. Давайте мы проверим вас. Какое у вас биополе. А среагируйте. А давайте мы вот. Вашими рамками. А мы вам тут вот. Заранее. Это самое. Вот. Диэлектрокабель. А вот где подводная. Руссо. Мы знаем. А вы не знаете. Мы проверим ваши способности. Можем вам верить. Вот. Ну надеюсь хотя бы вы поверите. Потому что никто меня в Москву не вызовет. И никто этим не заботится. Вот это. Так вот они растут. В гепатогенной зоне. Будем отдельно разбираться с этим. Еще раз. Хотя фильмы уже есть. И многие из вас. И уже вот. Плешь у вас. От моих гепатогенных зон. И в то же время. Насколько. Отзывов нет. Никто руки в рамки не берет. Никто кровати своим родным. Близким. Детям не переставит. Хотя проще паре на репы. Каждый десятый. Каждый пятый. Может этим заниматься. А если еще специальные упражнения. Те самые. Вращательные. Чтобы себе нагнать. Увеличить биополе. Хотя бы на время замеров. Вот. Вот это когда-нибудь. Я боюсь что. Еще миллионы погибнут. Когда вот это. Знак его Андрей Денисенко разработал. Еще один талантливый мой друг. И помощник. Вот. Ну. Смотрим дальше. Вот он ранний железо. Помните я говорил. Что это воспоминания о будущем. Вот. Смотрите. Сажаю малину. Тридцать лет назад. Примерно. Достал. Великолепные малину. И как дурак. Посадил целиком. Вот так вот эти самые. Отводки. Целиком. Глупость несусветная. Глупость несусветная. Я должен был. Смотрите. Коротко. Вот здесь вот. На высоте. Примерно. Высота. Карандаша. Ручки шариковые. Отрезать. Замазать торец. И дать возможность. Не вот этой палке расти. От которой толку уже. Как от козла молока. Потому что корни нарушены. И никогда не выкормят ее. Вот. Вот. А чтобы отсюда. От корней. Пошли молодые побеги. И тем быстрее получится. Настоящий. Нормальный. Хотя бы на ближайшие пять лет. Малинник. Потом он начнет дичать. Это дальше вопрос обрезки. Переноса. Вот. Груши. Это самое. Внедрил. Не внедрил. А как. Культурную привил. И на дикой груши исчезли иголки. И сладость появилась. Кордюма угощал. Вот. Потери. Сладчайшая. Слива. Сладчайшая не бывает. А разве мог я удержать ее. Вот. Не срезал побег. Этот погиб. Все. Никто. Никогда больше мне не нашел. Нигде. А если пришлют. Ветку. То обман будет. Почему так? Потому что нужна помощь. Нужна помощь. Помощь. Причем. Я уже говорил. Не нам нужна помощь. Государству нужна помощь. Поможем. Только бы. Это. Обратились к нам. Сливаника. Смотрите. С чего начиналось. Видели? А потом что? Внимание. Мой друг Чернобаев. А это сад дублер. Веточка откуда? Отсюда взята веточка. А что мы видим? Улыбаешься морду. Потому что это слива невероятной сладости. Изменила все. Почему? Правильно. Потому что я привал сливы на сливе. И у меня прекрасные такие же вырожаи. Только. Кто видел этот фильм. Значит. У него получилось на абрикосе. Цвет другой. Мягче. И слаще. Так. Я горжусь своим другом. Вот. Достаточно того что я. Первый пинок был от меня. Так. Идем дальше. 500 граммовые плоды. Вот. Слава Богу удалось сохранить. А знаете почему поместил я эту фотографию? Потому что не знаю какой сорт. Хочешь от вас услышать. 500 граммовые. Вот эти вот. На многих фотографиях. Вот эти. Видели? Листали. Это фирменная моя. Я не думал что она так пригодится. Вот. На них вот эта линейка. Это чтобы вы различали. Вот. Что. Вас обманывают. Потому что если человек берет чужой плод. Фотография чужим плодом. Значит у него своего нет. А чего же он засажется. Ясно откуда. Оттуда. Из-за бугра. Вот. Еще один мой совет. Связан. Знаете с чем. Долго. Хотел целую историю рассказать. Не буду. Некогда. В общем так. Звоните в питомник. Сейчас я. Все таки. Вспомню. А. В самом начале. Я забыл сказать. Там. Я разделил вас на три группы. На дачников. На волшебников. Волшебники. Вы уже догадались. Это кто. Это вот. Такого типа. Поняли. Да. Слива на абрикосе. Абрикос на сливе. Как фантазии хватит. Вот. К примеру. Говорят. Что шелковица. Родственница березы. Так. Так. И не собрался. Привит на березу. Это я полу шутя. Так. Вот. Значит. Дачники. Дачники. Первый класс. Второй класс. Это волшебники. Дачников. Допустим. Девяносто процентов. Волшебников. Будет. Я надеюсь. Восемь процентов. И последние два процента. Это. Предприниматели. Вот. То есть. В частности. Я потом это буду сказать. Наверное. Забуду. Значит. Мы. Знаете. Меня удивил Антон Валерьевич. Вот. Он слушает меня. В хорошем смысле. Я говорю. Ну. Чего мы не сделали. Человек нажал на кнопку. А там. Сразу высвечивается. Эти самые. Только цифры подставляя. И мы получаем. Возможность заработать на. Этих самых. На. На. Этих. На. Семенах. Знаете. Что он сказал сейчас только. Клянусь Богом. Первые занятия. Бесплатные занятия. Надо людям показать. Все прелесть садоводства. Лучшество. А мы им начнем. Та. Та. Паривать эти. Эти. Семена. Мне стыдно стало. Вот так. Так что семена не парю. Но если все-таки. Кто-то захочет повторить этот опыт. Я-то на половину крайнец. Э. Антон наверное чисто русский. Не спросил. Жалко. А вот этот половину крайнец. Как говорит. Нажмите внизу на. На. Когда закончу я разговор. Внизу. Нажмите. Справа. На чего-то там. И у вас справа на экране. Будет ссылка на мой каталог. Во. Фух. Все-таки. На половину крайнец. Так вот. Теперь. Смотрите. Первая группа. Дачники. Всегда когда будете обращаться. Вам же захочется побыстрее сразу. Купить саженцы. Все равно. Пожалуйста. Звоните и говорите. Я приеду сам. Даже если не собираетесь. Девяносто девять тысяч случаев из ста. А скорее всего. В ста из ста. Я знаю случаи. Когда человек жил за десять километров один. Так. Второй жил за. А. За восемьдесят четыре километра. Мой знакомый. Когда он обращался. Питомник. Ему говорили. Даже тот. Тожил десяти километров. В соседней деревне. Ему ответ был. Приезжать нельзя. Высылаем по почте. Вот такой саженец. Получился. Мой друг Сабазырь. Ну там целая попея была. Кто-то может уже видел это. Этой фильме. Публикацию. Вот. Вот получил такие саженцы. Почему. Приезжать нельзя. Высылаем по почте. Понятно почему. Так. Поэтому только вот эту фотографию разместил. Чтобы вас упредить. Мои первые попытки. Неплохие попытки. Сейчас уже без комментариев. Вот здесь комментарии обязательно. Друзья надо обязательно забыть про летние, осенние, зимние обрезки. Когда-то это старый снимок из тех, что я ретро называю. У меня отдельная папка. В этом. Вот здесь у меня в середине лета обломился саженец. Это мой саженец. Хреновник саженец. Обломился и осенью зацвел. А вы помните. Вот скажите. Кто из вас не слышал или не видел. Или даже у вас у самих не цвели осенью деревья. А знаете какие цветут. Обрезанные. Чаще всего до цветения не доходят. Почки набухают. Зимой замерзают. Об этом это. Я специально упреждаю. Страшнейшая вещь. Вы откройте любой лунный календарь. Вас научат. Вот. Что надо убивать деревья. Допустим. Двадцатого октября. А двадцать первого нельзя. А двадцать пятого снова можете их убивать. То есть. Делайте обрезку. Почки набухают. Вы об этом не знаете. А у меня такие снимки. Они кровоугольные. Я надеюсь что вы мне поверили. А нам с вами всю зиму. Сотни таких примеров изучать. И пока. Хоть в пользу от меня. Что действительно. Вы час этот не потеряете зря. Вот это дерево. Дерево сад. Оно прожило. Вот это время. Десять прививок. Внимание. Еще год поработало она у меня. А потом у меня еще. В конце будет еще одна фотография. После чего она умерла. Вот. Ну. Как испытатель я горжусь им. Прекрасный. Это самое. Отобрал сорта. Все что надо. Десять прививок на одну. Не так. На Сибирке. Мощное дерево. Жигулевское. А на нем еще девять. Здорово. Да. Это самое. Практически. Неукрывные. На всю Сибирь. Вам будущие. Торгаши. Торговцы. Торгаши. Если халтурить будете. Если не будете халтурить. То. Уважаемые торговцы. Купцы. Как предприниматели. Вы будете. Должны иметь. У себя редкости. Вы уже видели. Персики. Неукрывные. Вот. Это старый. Старый снимок. Моего первого. Это. Шелковица. Это тоже. Такая же диковина. Та же как. Персик. Черешный. Шелковица. Это все за гранью. Будете. Заниматься. Сможете. А впереди зимнее. Окоренение. Летнее уже позади. Вот. Ну. Научу. Следите за этим. Дело в том. Что. Это еще молодое дерево. А. Впереди целая эпопея. Примерно так. Двадцатилетняя. До полного успеха. А это просто ретро. Вот так вот. Обнаглел. Видите. Вот. Вот еще одна. Пожалуйста. Вы знаете. С Украины привез сереньки. От 100 до 150 грамм. Плоды были. Не шучу. В банку многие не влазили. Не у меня. В деревне. В Береславский район. Почему-то боюсь назвать деревню. Береславский район. Так. Вторая попытка перенес. Получил уже вот это. Вот. Уже и на персик. На абрикос то не похоже. Вот. До сих пор не добился ни 100, ни 150 граммовых. Обычно заврядные плоды. По размеру. Но. Это я к тому что вы думаете. Хвастаюсь. Там у меня одни огромные. Нет. Вот. Это моя неудача. Первый плод еще получился приличный. Я надеялся на. Восстановиться. Ну так же как я говорил. Да. Восстановиться. Это. Это же. Вес. Этот огромный. Размер. Не получилось. И сейчас еще деревья мои живы. Ничего. Все. Добьемся. Кстати. Разосвал веток 20. Результат не знаю. Больше боюсь калечить дерево. Вот. Вот еще пример. И по овощу прививок можно не только вернуть вес, вкус и прочее качество. Вот. А еще и адаптировать довольно быстро. Вот эта слива у меня венгерка грушевидная. Она каждый год уходила в зиму. Вот такая. Еще твердые плоды. Еще кислые. И чего. Отучил. Как? Научу потом. Важнейший момент. О господи. Не успею сегодня за час уложиться. Так. Вот это вот. Значит. Мои опыты тупые, глупые. Это чтоб не обзываться. Постучал. Значит. Вот это все я убирал. Один из первых примеров. Мало того. У меня публикация, которая меня позорит не больше одной. Вот она. Вот эту фотографию. Видите? Я перевез. Я ее публиковал. Ко мне как раз приезжал главный редактор сибирской газеты «Популярные сады Сибири». Вот. Сказал. Будем писать, скажем, в номере. Наелся плодов так. В голове. Вот. Поверил. Ну и че? Вот это снимек меня позорит. Хотя дерево вот так выглядело спустя два года. Вполне прилично, да. Ну потом и по этому. А это уже в Абазии. Вот так же. Вот она. Человек начитался литературы. Своей рукой искалечил. Сделал бороздование. Не стал ждать, пока оно лопнет. Кора. Сразу и замечу. А че ждать-то? Вот. Ну я оторезал. Раз, два, там. Десять-двадцать этих веток боковых. Вот. Это с тех покупных саженцев. Прохожу быстро. Смотрите. Каждый раз, когда делают рану на кольцо. Сюда забирается гриб. Видели? Все. Дальше это. Вот. Даже мельчайшая рана. Ворота для инфекции. Ворота для смерти. Это мертвое дерево. Вот. Это учебный снимок. Никогда ничего не прижимал. Просто понадобился снимок для севера. Вот. Это снимок я называю рычаг Архимеда. Помните? Сейчас по всей стране. У нас был недавно ураган. Где-то областей десять-пятнадцать. В средней полосе России. Гигантский ураган. Я вам говорю. Даже я не был ни в одном саду. Я вам скажу. Там миллионы деревьев вот так лежали. Ладно. Там убивали детей. Убивали женщин. Это, знаете, мою тему. Мое слабое место. Я очень много фотографий делаю на городских улицах. Там деревья стоят так, как мышеловки. Чтобы прихлопнуть. Вот. Как мы это делали в детстве. Глупенькие. Птицы ловили. Кирпич под наклоном. Рычажок. Птичка наступила. И бах. Кирпичом. По голове. Вот. Так вот. Это самое. Это ладно. Детская жестокость. А взрослая жестокость. Полное неумение. И вот это вот. Перейдет дальше. Я вам потом покажу. Если успеем. Вот. Еще одна величайшая глупость. Если где есть. Выкиньте к чертовой матери. Одна публикация в популярнейшем журнале. Это бедствие. Дикое. Страшнейшее. Вот. Вот. Это вот. Сибирка. Еще молодая. Фотографию я здесь назвал. Она жива. Она еще полтора раза огромней стала. Вот. На ее та. По двоях. Она и служит по двоям. Видите. Вот. Я получал такие урожаи. Но это урожай уже после пожара. Который уничтожил полторы. Тысячи вот таких моих деревьев. Вот. А почему я вам показываю. Дело в том что. А. Степь. Остров. И дичайшие ветра. И чтоб не говорили что я в раю жил. Вот. Все решает вот это вот. Вот. А у меня в холодильнике они лежат. И по моему еще ни одной. Это. Плодик стоит там. 10 рублей. В нем допустим 5-6 семечек. И никому не надо. Да. И при том что целые регионы говорят. Все обыскали. Вот. Ни дикой, ни культурной. Ничего нет. То есть. И районы пусты. Даже диких дожили до того что диких ябрит эти не могут. Однолетние абрикосы привитые. Так. Посмотрели. Полюбовались. А. На переднем плане черешня. Ну это ладно. Вот. Просто я хотел сказать что такое подвой. Это та же как вот это вот дает. Вот это вот чудеса. Да. Помните на нее была привита колновитка. Получил колновитку. Ой жалко не сделал фотографии. Три. Три моих роста. Или четыре. Четыре по моему. Колновитка одна. Благодаря вот этому. Подвою. Да. Вот. И здесь также благодаря манджурцу. Огромному. Вот. Эта мощь передается при вою. Но это еще не считается вегативной гибридерации. Это считается ментором. Ладно. Он. Каждый раз когда вот эти вот это. Мичури. Ждал. Чуть не сказал. Это оговорка по Фрейду. Произвел слово Мичурина. А имел ввиду Курдюмова. Вот он приехал. А там вместо вот этого вот ранетки. Да. Вот. Которая называется. Пипинчик. Краснояр. Красноярский пипинчик. Да. Вкуснейшие яблочки. Был пень. Такие уничтожили. Вот такие уничтожили. А. Крак сейчас жрет крупноплодное. Вот. И я. Просто преклоняюсь. Николай Иванович. Если вы слышите эти слова перед вами. Я навсегда запомнил ваши слова. Что полукультурные деревья. Ранетки. Это чудо. Это. Их надо культивировать. Вот. Это вы мне. Я сам. Видели те фотографии. Огромные плоды. Там самые крупные были. 500-550 грамм. Вот. А еще у меня есть фотографии где 650. Вот этот гигантизм. Вот. И только после того когда вы приехали. И сказали мне. Я. Я. Я снова зауважал вот это вот. Только вот. Отучи теперь людей. Покупать вот эти вот. Южные. Самые. Ладно. Проехали. Персик вырос у меня. Сорт. Не знаю. Хотя может кто-то подскажет. Так. Ладно. Вот это вот страшная вещь. Называется клево. Он предназначен для отлова мышей. Липки. И тараканов. Какая-то сволочь взяла по всей России это. И причем инструкции. Я получал инструкцию. Купите Валерию Константиновичу. Вот. А в инструкции написано. Или укрывать. А. А. То есть наносить или на защищенную поверхность. Или прямо на штаб. Вот. Не больше не меньше. Я таких деревьев видел не меньше тридцати. А представляете что по России делается. Вот. Предупредил вас. Вот. Теперь так. Смотрите. Вот. Видите. Вот это вот. Однолетние деревья. Я их показывал. Курдюмов. Курдюмов. Вот. И. А. А. Это. Пятилет. Пятимесячные саженцы. Еще раз говорю. Кланяюсь. Манджорскому абрикосу. Потому что. В это трудно поверить. А. Вторая причина. Почему. Я на месяц полтора удлиняю сезон. Это все равно. Вот это роскошно. Если у вас сегодня восток. А на юге. Ясно. Что им надо дольше времени. А как на севере. А я брат бутылками закрыл. Вот. А там день идет за два. За три. Вы будете дальше. Вот. Сейчас я вам покажу. Кстати. Защита от мышей. Идеальная. Вот вам пример. Вот. Видите. Вернулась зима. Ну и чихать. Поднимешься. Никогда не. Потом все это дружные заросли. Мертвых практически нет. Хотя и морозы бывало возвращались. Вот. Видите. Почему я говорю. Даже почва оттаивает. Благодаря бутылкам. Ну и че. Вот она успевает к осенью. Вызреть. Вызреть. Вот это вот. Величайшая глупость. Вот. Старый снимок. Да. Это я окалечил. Да. Это я отрезал ветки. Стыдно. Ну я вам показывал пример. Да. Вот. Зато я снимок использовал. Чтобы показать. Что. Первая линия обороны от морозов. Дерн. Вторая линия. Снег. Третья линия. Упавшие листва. Вот. Сейчас вам рассказать. Что это листва. Самое родное. Это к этому дереву. Должна вернуться. С помощью переработчиков. С помощью грибов. С помощью. Червей. С помощью бактерий. Все. Опять вернуться. Нет. Придумать такое. А ведь. Понятно. Сняли еще один фильм. Получили там монет. Сколько-то. Ну разве можно так издеваться. А если тут у меня. До пучека. В саду 10 соток. Я еще раз говорю. Оставьте в покое. Скошенную траву. Листву. Видите. Вот. Ну а дальше я решил. Так как это грустная тема. Немножко. Так сказать. С вами. Приколоться над собой. Похож. Вот. Вот на этого. Который. Руками разводит. Ага. А вот я провожу вебинар. Опять. Вот она. Лысина. И вот товарищи лысину чешут. Видите. Ну. Смешно. Надеюсь улыбнулись. Вот. Ну по крайней мере я говорю о нормальных вещах. Вот. А вот. Ребрик. Вот. Главный редактор. Московского журнала. Весник. Садоводов. Он меня печатал вместо тех 60 тысяч экземпляров. Неплохо. Вот. Это было. Очень много от меня отзывается. Скроменько. Так обо мне. Выдающийся. Как. Знаменитый. Еще как-то было. Да. Еще покруче. Вот. Не знаю. Рано или классики записал. Но по крайней мере. А. Полностью изучил. Все мое. На. Это. Все что я сочинил. Вот. От своего мнения не отказался. Так. Теперь. Не поверил. Был главный редактор Файзенда. Семьдесят тысяч экземпляров. Начало меня печатать. Потом приехал. Печатает. Думаю. Потому что это все сказки. Вот. Это. Челябинск. Вот. А это. Железов ранний. Который придавал. Красивую. Пропорциональную форму деревьям. С помощью секатора. Вот. Вот. Я отрезал. Я отрезал. Я отрезал. Сейчас бы я по себе руки отрезал. Вот. Тому. Жаль уже не дотянуться. Вот. Я отрезал. В фильме. Что все это правда. Там саженцы продавали. Это было несколько дней назад. Вот. И продавщица. Она же бывший научный работник. Вот. Познакомились. В фильме есть. Она мне показала вот этот журнал. Но. Только я открыл. Говорю. Дайте я сфотографирую. Дико страшно. А сейчас по моему Сафронов. А. Сейчас по моему. Вот. Мой напарник. Который фильм делает. Кто еще фамилию плохо запомнил. Сказал. Что вроде бы. Где-то он видел их. По две. Семь то тысячи. Или по три продают. Вот такие. Интересно. Да. Сколько деветок отрезано. Сколько. Ужас. Исконечное дерево. Совершенно. Абсолютно. Как так можно. Вот. А это пожалуйста. Белоруссия. Только. Это. Включаю. Там. Как называется. Видео. Пожалуйста. Узнаете. Узнаете. А это опять бобры. Самое страшное. А вот это вот. Уже писали мне эти. Извеченные саженцы. А такие продают. Еще умудряются продавцы. Я все время продавцов заставляю отрезать верхушки. Как можно больше. Но это я. Где мое влияние распространяется. А они где-то снизу вот это все делают. Вот. Они. Вот эти дамы. Да. Которые вредят всему садоводству. Учитывая их популярность. Вот. Все это с сужинками. С кривлянием. Вот. Если бы они нижние бы ветки оставили. Вот эти. Вот эти. Нижние. Вот тут. А верхние бы отрезали. Я бы сказал. Девчата. Молодцы. Вот. И ваше кривляние. Оно тоже очень даже это. Создает правильственную установку. Но когда под это кривляние. Грибы уничтожают. Ой. А это я уже символ. О. Ранние железы. И. Хе-хе. Пусть одно. Но. Видите эти грибы. Это символ этого самого. Глупости. Которая это. Вот. Вот. Еще раз. Видели. Вот они грибы. А. Знаете почему? Потому что распилено по. Прямо через раны. Через те раны. Которые они учат. Еще. Еще раз. Вот эти дамы. Учат делать обрезку на кольцо. Обрезка на кольцо. Грали. Еще будем проходить мельком. А я вот это тоже прикалываюсь. А мы. Вот с этого. Это мое дерево. Моя слива. Сунира Востока. Да. Вот. Сюда. Попробуйте сделать вот это вот самое. И. Потом. Представьте. Что я бы сделал вот этот полутора метровый штаб. Чтобы было. А. Саженец рынка. Можно ли мне доверять? Смотрите. Сейдец. Корневой отводок. Уже и меточка есть. Вот. Некоторые до сих пор злятся. Когда им говорят. Где ваши метки? Железо вставят. Да пошел он. Ответ. Такой. Стандартный. Да пошел он. Вот. И вот значит это. Получается что. Ну вот. Вот это. Кузов. Эта. Машина в котором стоял я. Сфотографировал. Вы знаете. Они умеют убеждать. Запросто убедятся что. Корни не нужны. Да. Люди верят. Ладно. Вот это ранний железо. Только научился. Кушать хочется. Вот. 51 год. Пенсия. Приехали. Ну еще до этих не дорос. Да. Как это называется. До горшков. А вот. Ну уже. Время не зря не терял. И не позорился. И кстати. Посмотрите. Штамп. Видите. Нет. А. Прямо растет из под земли. То есть прямо снизу. То есть они болтут. Вот. А потом. Украина. Вот. Вместо 100 граммовых абрикосов. Подсунули жердель. В жердель всегда белый ствол. Различайте. Уже первое. Чтоб знали. Это жердель. Они урожайные. У этого дерева через несколько лет. Это было 2016. Я получил рекордный. Или 17. 16. Я получил рекордный урожай. 23 ведра. А это еще пока она молодая. Вот. Пережимовал. Это у меня 9 мая. Распускаются цветы. Почему я еще. Почему она еще и не то что не погибла. Еще и плодоносила. Привита на Маджури. Представляете. Сочетание дикарь на дикаре. Ну. Она с кистосладкой. Абсолютно съедобная. Идят горстями. Дикарем назвал условно. Да и Маджуриц уже не дикарь. Вот. Второе. Выражение. Кордюмова. Николай Иванович. Привет. Я надеюсь что вы меня слышите. Я всегда вами восхищался. Второе. Немаловажное это. Ваш. Маджурицкий абрикос не дикарь. Потому что растет в культурном саду. Умнейший мужик. Умнейший мужик. Так. И про посадку узнаете. Вот. Ну это вы уже фотографии видели. А это знаменитейший когда-то 19 века. Лучший когда-то был сад под Красноярском. Не называю какой именно. Старинный сад. И сейчас он. Вот. Те же самые. Как тогда научили 19 век садоводов гноить. Это ж абрикос видите. Как тогда научили. Нет бы отгрести да. А. Что еще. Как бы закончить то. Вот. Вот. Вот если вишня выросла с самоселом. Замечательная. На холме кстати. Хе-хе. Ладно. Так. Вот. Не вздумайте. Если вы здорово все таки купили. Эта самая. Колновенные яблони. Надо еще давать боковые ветки. Не вздумайте их отрезать. Пока коротко. Видели. Сюда. Сюда. Вот. Гожусь я в эти. Пропагандисты. Вот. Черная. Эээ. Эээ. Черная. Вишня. Жарковская. Которая. У меня. Покраснела. Потому что. Она. Была привита на дикую штабовую вишню. Вот. Дальше. Вот это. Я показывал. Головиной. Потом. Страшный мороз. И на основе десятку таких примеров. Я сказал себе. Почка. Почки. Родин. Тут же мертвая. Тут же плавносящая. И сказал себе. Я. Эврика. Я. Это покруче. Чем выскочить. Архимеду из этой. Из ванны. Голову бегать. Вот. Меня одетого никто не воспринимает. Селекционное клонирование существует. Подробности потом. Девяносто седьмой год. Вот. Единственное дерево. Которое досталось от предыдущих хозяев. Единственное яблони. Тоже целая история. Вот. Прививка соседу. Потом я выкупил этот участок. На дикую вишню. Несъедобную. Прививка. Черешин. Вот таким путем. И. Фактически. Я назвал это. Как-то знаете. Медицинский термин. Это. Инициирование. Нет. Ну. Прививка. Она. Одинаково звучит. И. В медицине. И. С удовольствием. Я назвал по-другому. Ой. Жалко. Память. Подводят. Старею. Ну. Ну. Можно сказать. Инфицирование. Может так. Результат. Видели. Вот. Это. Один из примеров. Моей. Объектативной. Гибридизации. Моей. Ладно. Еще. Короче. Кальский сад. Голой степи. Защита. С помощью. Громадных. Тополей. И. Посим. Мгновенное. Тоже. Как сад. Я рассказывал. Про. Новый. Несельский. Посим. Мгновенное. Одичание. Вот. Жаль. Не могу. Говорить подробнее. Это люди. Которыми. Я горжусь. Была. Крепчайшая. Дружба. Вот. Это. Выдающиеся. Садоводы. Бородич. Человек без рук. Чижик. Вот. И. Боднар. Это. Это. Люди. Которые. Опередили. Меня. Это. Ладно. На 10 лет. Примерно. Может. На 15. Они. Опередили. Науку. Вот. Кландиси. Ну. Это. Будущие. Науку. Так. Ну. Фотография. Символическая. За миллионы лет. Здесь. Выпала. В виде. Осадков. С помощью. Бурь. Ураганов. Миллиарды. Семян. Плодов. Просто деревьев. Кажется. Ни один не взошел. Подробнее. Уже. В другой раз. Вот. Еще один. Знакомый. Вам. Тимофей. Вот. Серешня. Та самая. Которая. Не может быть. Цифры. Не бьются. Уже хотя бы. Есть же. Метеосводки. Есть метеостанции. Есть архивы. Подняли бы архивы. Убедились. Что. Цифра научная. Там. Двадцать пять. Умирают. Плодовые почки. Абрикосы. При минус тридцать. Умирают. Ростовые. Как они пишут. У них. Деревья гниют. А. От этого. Они погибают. Не при предельных. Температурах. А при меньших. Они выставили цифры. Абрикосов. Предел. Минус тридцать. Вот. И так далее. Черешни. Само собой. Персики. Двадцать. Двадцать восемь. Где-то. Я несколько раз. Цифры встречал. А то. Что у нас. Иногда. В отдельные годы. редко. Ну, сорок бывает. Выдерживает. Это никого не колышет. Вот. А вот это я. Низко кланяюсь. Своему духовному другу. Отцу Алексию. Самарская область. Вот. Почему. Знаете. В данном случае. Не вообще. Да. Я ему. Высылал семена. Естественно. Бесплатно. Что-то растит. Вот. А вот это вот дети. Вот. Ради них. Дело в том. Что. Я сейчас. Еще мне несколько минут. В принципе. Есть. Я гнал. Ради этого. Ради вот этого снимка. Вот. Это мои ангелочки. Видите. Вот. И. Я сейчас. Хочу. Вернуться к этому. Вот. Сидят дети. Эти дети. Наверное. Это. У них родители. Люди. Близкие. К церкви. Наверное. Истинно верующие. Иначе бы они тут не сидели. Я про этих детей. Вы понимаете. Когда. Учительница. Говорит. Ученикам. Понимаете. В чем дело. Вот. У жирафа. Длинная шея. Ну. Понятно. Почему длинная. Тянулся. Выше. 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 Их spice в гнусные поступки. Верить в Бога. Это. Не лгать. Стал Dag. Не убивать. Вот. Та что творится вся Despite. ��отен п convince. Так себя. С demais. Ух. Мы вас учим не только Дарвину, мы вас учим тому, что раз мы не можем отрицать наличие Бога, это же бабочка прекрасная, которая ни с того ни с сего вылупилась из гусеницы без эволюции, давайте мы оставим это в вероятность. Давайте мы будем думать, искать и совершенствоваться, а не говорить, что мы из грязных луж, а значит все позволено. Извините за эту маленькую проповедь, на этом я на сегодня закончу и еще расскажу, я же наполнен украинец. Ну все, до свидания, друзья, пока, прощаюсь до следующей субботы, там будем говорить конкретно, четко. Продолжение следует...